Привет всем! Наконец появилось мое новое видео. После достаточно долгосрочного перерыва решил я взять небольшой отдых. Да, если кто не знает, в Беларуси теперь лимит на 22 евро на посылки из-за рубежа. Так что это тоже, наверное, сделало свое дело. Ну вот, решил я все-таки заказать телефон. Это оригинальный Xiaomi Redmi 3 Pro. Дисплей 5 дюймов, 3 гигабайта ОЗУ, 32 гигабайта ПЗУ, фронтальная камера 6 мегапикселей, задняя камера 13 мегапикселей, восьмиядерный процессор. В общем, отличный современный телефон. Но спешу вам сообщить, что обошелся он мне, в принципе, по стоимости заказчика и пошлину превышающие 22 евро я ни за что не платил. Все официально и в следующем видео я расскажу вам поподробнее на эту тему, как заказывать телефоны из Китая и не переплачивать там лишних 50 или больше долларов ни за что. Телефон, значит, шел примерно месяц. Упакован, как вы видите, очень надежно. Большой такой пакет с огромными пупырками. Обычно в таких продают картриджи оригинальные. Вот, так что можно играть было с этой посылкой футбол, по сути, и ничего с ним не станет. В общем, упакована посылка, как видите, на совесть. Внутри этот пакет еще заклеен на скотч. Внутри маленькая коробочка. В комплекте продавец положил вот переходник универсальный на 220 вольт. И внутри там еще есть силиконовый чехольчик в комплекте. Там типа как подарки идут. То есть это не то, что там китаец там придумал, что-то положил мне, а он всем-то кладет. Вот, силиконовый чехол, как на древние телефоны. Ну, бесполезная охрень на самом деле. Потому что со временем он становится дубовый, некрасивый, да и вообще непрезентабельно выглядит, даже когда новый. Лучше заказать нормальный бампер уже там в пределах двух долларов и не париться. Также тут вот такая огромная бронестекло, как я его называю. Можно наклеить на экран. Никаких пузырей. Стекло это не царапается. Но я проверять не буду. Можете там другие видосы посмотреть, как оно работает. И вот запечатанная в вакуумной упаковке. Сама коробка с телефоном. Вот такая небольшая, компактная. Как мы видим, коробочка от телефона особо ничем не отличается от других марок. На коробке нанесены все реквизиты, серийные номера, e-mail. Все, что должно быть. Ну, золотистого цвета. Он был где-то на 10 баксов подешевле. Ну, как бы решил, в принципе, его взять. Конкретно эта модель телефона бывает в трех цветах, так же, как нарисовано на коробочке. Это золотистый, серый и черный. И серая модель, в отличие от двух остальных, двухцветная. Передняя панель белая, а золотистый и черный имеет сплошную окраску. Внутри лежит сверху сразу телефон. Как мы видим, тут на экране заклеена такая мутная защитная пленка, но ее придется сразу же снять, потому что, если вы попробуете там сфоткать передней камерой фронтальной, то будет у вас все мутное. Даже почти ничего не увидите, так что это так, чисто упаковочная. И к тому же китаец бронепленку уже и так положил в комплект, так что проблем нет. Вот, сзади там тоже все наклеечки на месте. Вот это вот круглое углубление сзади, которое вы видите, это сканер отпечатка пальца. Сомнительное устройство на самом деле. И скорее всего сделано больше для таких понтов каких-то, потому что люди особо не понимают, как оно работает и тащится, и просто понтуются. Сразу под телефоном лежит белый конвертик, но конвертик этот закрыт достаточно плотно. И вот не хочется его порвать. Я попробую сделать аккуратно. Собственно у меня это и получилось. Там какие-то бумажки там на китайском написано, какой телефон, там скорее всего какие-то характеристики, там туда-сюда. Ну ничего полезного особо нету на самом деле, кроме вот там скрепочка еще внутри лежит. Ну таких скрепочек по-моему тоже сейчас валом, так что проблемы нет. Вот. Что дальше? Еще в коробочке сразу видим вот такое зарядное. Тоже в пленке упаковано и USB даже заклеен специальной наклейкой. Прикольно очень сделано. Ну и там характеристики обычные, как и в обычной зарядке. Вот. Я его сейчас сразу в переходник воткну. Переходник, надо сказать, не из дешевых, а такой уверенный, надежный. Видно, что хорошо сделан. Сидит достаточно плотно. Вот. Спасибо большое китайцу за переходник. И внутри еще тут вот шнурочек тоже залеплен герметично. Видно, что все новенькое. Вот. И, что удивительно, тут даже резинка, а не такая черная проволочка, как обычно на всякой электронике. Вот, собственно, и все, что в комплекте к этому телефону. В описании к товару китайца, кстати, написано, что там в прошивке есть русский язык. Но, на самом деле, эта прошивка левая, это какой-то китайский самопал. И пользоваться я ей не рекомендую. Потому что куча багов и всякой прочей ерунды. Поэтому лучше сразу перепрошить. Попросил я китайца поставить оригинальную прошивку стабильную. Вот. Чтобы было меньше проблем, с нее перешиваться проще. Меньше телодвижений. Особенно для этой модели. Ну, а китаец схалтурил, на самом деле. Ну, и, как я вижу, что он же не будет распечатывать. Правильно, вот это все. Тут все новенькое, вот. Так что, скорее всего, там где-то, не знаю, на заводе изготовителя, там теперь штампуют эти экспортные, скорее всего, Xiaomi. Такие бюджетные. Поэтому прошивка осталась левая. Вот я включил телефон. Скрепочку я тут поделал. С левой стороны слот. Сюда можно вставить либо две симки. Одна микросим, вторая наносим. Либо вместо наносимки можно дополнительную карту памяти поставить. Но здесь оригинальной памяти 32 гига. Поэтому, я думаю, слегка должно покупиться. И, насколько я вижу, сразу, здесь нету китайского языка. То есть, это не оригинальная прошивка. Здесь два английских, там индийский английский, еще там какие-то. Ну, выбора нету. Так что, придется ставить английский. Но, так как в оригинальной прошивке два китайских языка должно быть, то это уже видно, что какой-то палево. Вот таким образом. Так что, придется мне помурыжиться. И я вам скажу, времени у меня ушло примерно два дня. Но я там сам затупил. Начал не по той инструкции перешивать. Хотел прошить ее как Redmi Note. Но эта модель немножко отличается. И там прошивка попроще. Не нужно там разблокировать загрузчик, там прочую всякую гарематью. Там через Flash Tool просто прошивается Mi Note. Но вот этот Redmi Pro шьется немножко по-другому через другой прошивальщик Mi Flash. Поэтому пришлось немножечко повозиться там с драйверами и прочими там настройками. Вот. Но в результате, как бы, все получилось. И поставил я себе последнюю стабильную прошивку с русским языком от Xiaomi EU. То есть это европейский вариант. Стабильно работает, без всяких багов. Вот. Поэтому выбрал я ее. И, к тому же, она еще и поддерживает обновления по воздуху. Что тоже удобно. Ну, как видите, когда я включаю, тут сразу первоначальные настройки. Сзади этот сканер отпечатка. Надо там потыкать в него там определенное количество раз. Там раз 10-15. Вот. Пока он запомнит ваш отпечаток. И дальше можно разблокировать телефон, просто коснувшись этого сканера пальцем. Как-то так эта тема работает. Ну, вообще, по прошивке я вам скажу, что сделано все достаточно удобно. Не совсем, наверное, так, как в обычном андроиде. Некоторые вещи сделаны по-другому, но ничуть не хуже. И есть куча всяких плюшек, фишек, связанные с именно с MIUI прошивкой. И, к тому же, если вы зарегистрируетесь на официальном сайте Xiaomi, авторизуетесь на телефоне, то вам сразу там куча всяких бесплатных плюшек прикольных. Будет доступно, например, там облачное хранилище на 5 гигабайт бесплатное. Плюс вы еще сможете по интернету отслеживать телефон, где он находится. И, например, если вы там потеряли где-то в квартире, вы можете просто через интернет запустить такую своеобразную звонилку и телефон на полной громкости там начнет кричать, пока там его не найдут. Вот. Пока не нажмете на самом телефоне отключение. Бывает удобно, но, конечно, там должен быть включен интернет в данный момент. Иначе ничего вы не сможете сделать. В принципе, все я вам рассказал. Покупкой я очень доволен. Удачное вложение средств. Цены, в принципе, везде особо не отличаются. Я имею в виду на самом алиэкспрессе, либо там где-нибудь на гирбесте. Вот. Но у нас, например, этот телефон стоит, если прибавить вот цену за растаможку, вот примерно столько же его можно купить в Беларуси. То есть, рассчитано на то, что вы там не захотите лишний месяц ждать, а просто придете там купить и там непонятно, что будет в этом телефоне. Но, по идее, зато там доступна гарантия там какая-то, типа официальная. Вот. Но мне кажется, что это лишнее. Я предпочитаю там сэкономить 50 долларов и будет все то же самое. Потому что аппарат надежный и очень хороший. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал. Как я и говорил, скоро я подготовлю видео про то, как обойти таможенные эти взносы. Все официально. Специальные сервисы для этого существуют. Расскажу про них. Так что ставьте лайки, подписывайтесь и ждите следующие видео.